Азан.кз представляет Кроме него, он властелин всех созданий. Сура Аль-Хашр, 23 аят. Сура Аль-Му'минун, 116 аят. Превыше всех Аллах, истинный властелин. Сура Таха, 114 аят. Восславляют Аллах те творения, что на небесах, и те, что на земле. Властелина. Сура Аль-Джума. Властелину судного дня, дня расчета и воздаяния. И никто, кроме него, не властен ни на чем в этот день суда. Сура Аль-Фатиха, 4 аят. Скажи, о Мухаммад, Аллах, владыка всего. Сура Аль-Имран, 26 аят. Также есть множество аятов, указывающих на власть Всевышнего. Приведем один из них. Благословен тот, кто обладает властью. Сура Аль-Мульк. Первый аят. Власть Творца абсолютно. В ней нет никакого изъяна и недостатка. В отношении человека тоже используется эпитет власти. Однако, эта власть временная и ограниченная. Например, если человек власти над городом, землей, телегой, эта власть распространяется только на определенное время и место, ограничена временными рамками его жизни или каким-то промежутком времени. Обратите внимание на памятники предыдущих цивилизаций на Востоке и Западе. Вы увидите высокие цитадели, неприступные крепости, громадные строения, огромные сооружения, постройки египетской, римской, греческой цивилизации и других народов. Эти памятники указывают на племена, которые правили и властвовали в течение ограниченного времени над определенной территорией, а потом покинули этот мир. Следы и останки прошлых цивилизаций разъясняют нам, что безграничная власть принадлежит лишь Аллаху и что человек может властвовать только временно. Далее, либо власть покинет его, либо он сам покинет этот мир. В книге Мажала Аляраби приводится следующее. Если спросить, кто владел всеми землями, люди могут ответить, что это был фараон, Намрут, Зульхарнаин, Искандер. Но ни один из них не царствовал над всеми землями, не подчинил себе всех людей. Правление каждого из них было ограничено в пространстве и времени. Поэтому не было ни одного человека, кто царствовал бы на всей земле и распоряжался судьбами всех людей. Так представьте же, как велика и могущественна власть Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах – истинный властелин. Власть Всевышнего полноценна. В ней нет упущений. Он одаривает своих рабов, когда они его просят. Творец дарует им в раю такие блага, которых их глаза не видели, уши не слышали и которые им на ум не приходили. Даже обитатели самой низкой степени рая испытывают такое множество наслаждений, красот, богатств, что невозможно представить. Если такие блага ожидают обитатели самой низкой степени рая, то что же ждет тех, кто будет находиться на самом высоком уровне рая – в Фердаусе? Дары Всевышнего многочисленны, и его дары нисколько не ущемляют его владение. Всевышний Аллах – Хадиси Аль-Кутси, который передается от Абузара Аль-Гефари, да будет доволен им Аллах, говорит, «О рабы мои, если первые и последние из вас, люди и джинны, встанут на одном месте и попросят меня о чем-нибудь, а я каждому дам то, о чем он просил, это уменьшит имеющееся у меня лишь настолько, насколько убавляет игла количество воды при ее погружении в море, муслим». Всевышний Аллах в Священном Хоране говорит смысл «Скажи, О Аллах, ладыка всего, ты даруешь власть кому пожелаешь и отнимаешь власть у кого пожелаешь, ты возвеличиваешь кого пожелаешь и унижаешь кого пожелаешь, все благо в твоей власти, воистину, ты способен на всякую вещь». Сура Алиимран, 26 аят Посмотрите, Всевышний использует слово «отнимаешь». Почему? Когда человек владеет чем-то, он держится за это и оберегает, не так легко забрать это у него. Но когда Создатель отнимает, эта вещь покидает человека, когда он жив, или же человек покидает этот мир, оставляя после себя эту вещь. А власти Творца над этим миром ведают только уверовавшие и знающие ученые. А когда после смерти всех воскресят, и наступит судный день, когда все сказанное станет ясным, и все увидят это воочию, тогда они убедятся в этом. Хадиси посланника Аллаха, главе словит его Аллах и приветствует, сказано, «В день воскрешения Аллах свернет небеса, потом возьмет их под свое покровительство, а потом скажет, «Я властелин». А где же могущественные? Где высокомерные?» Потом он свернет земли, потом он возьмет их под свое покровительство, а затем скажет, «Я властелин». А где же могущественные? Где высокомерные?» Бухари, Муслим, Абу-Дауд. Всевышнему принадлежит власть, и нет у Него сотоварища в этом, как свидетельствует аят Курана, смысл. И никогда не было у Него сотоварищества во владычестве. Сура Али-Сра, 111 аят. Истинный правитель всего, тот, кто создает, кто един в своем господстве, Аллах, у которого нет сотоварища, Ему принадлежит вся власть. Всевышний Аллах, тот, кто распоряжается всем в этом мире и на том свете. Он повелевающий и запрещающий посредством своих законов, книг и посланников миром. Творец праве повелевать, запрещать и требовать, чтобы Ему подчинялись, показывать нам, что дозволено, а что воспрещено, что истина, а что ложь, что наставление, а что заблуждение. Все это исходит от Создателя Всевышнего, Всевышнего Аллаха. Когда человек освоит смысл вышесказанного, то изменится его представление. Он поймет, что богатство, мощь и величие принадлежит лишь только единому Аллаху, и что все находится в его власти. Если просить помощи, то просить у Аллаха. Если просить защиты, то просить у Аллаха. Аллахан 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 Субтитры создавал DimaTorzok